Медовик за 12 минут? Как думаете, это возможно? Да очень просто, друзья! Всем привет! С вами Олеся, на канале Готовим Дома. И сегодня я поделюсь с вами самым быстрым и ленивым рецептом медовика, который вы испечете всего за 12 минут. Без возни с тестом, без раскатки коржей, такой нежный, что просто тает во рту. Обалденный медовик с нежнейшим сметанным кремом. Мама поделилась со мной этим рецептом, и я уже точно решила, что буду готовить именно этот торт на Новый год. Такого вкусного медовика я еще не пробовала. Сохраните рецепт, чтобы не потерять, и поделитесь с мамой, дочкой и подружками в соцсетях. Друзья, мне очень интересно, из какого города или страны вы меня смотрите? Напишите, пожалуйста, в комментариях. В кастрюльку кладу 4 столовых ложки меда. Если будете взвешивать на весах, это 180 грамм. Мед можно брать любой. У меня вообще мед уже даже немного засахарился. Видите, крупинки. Но для медовика и такой мед отлично подойдет. Добавляю 200 грамм сливочного масла. Ставлю на огонь. Огонь делаю небольшой, чтобы мед не горел. И нагреваю на медленном огне, пока мед с маслом не растворятся. Посмотрите, мед с маслом уже растаяли. И в горячую смесь я добавляю обыкновенную пищевую соду. Кладу 2 чайных ложки соды и перемешиваю. Не переживайте, дорогие, никакого привкуса соды в готовом торте не будет. Мед гасит соду и полностью нейтрализует вкус соды. Посмотрите, как хорошо вспенилась смесь. Отлично! Такая реакция как раз показывает, что мед у нас хороший. Тортик получится вкуснейший. Снимаю кастрюлю с огня. И просеиваю в медовую смесь 300 грамм муки. Муку надо обязательно просеять, чтобы медовый корж получился пышным и воздушным. Перемешиваю. Можно перемешать венчиком или миксером на низкой скорости. Взбивать не нужно, просто чтобы мука разошлась в тесте. Перемешала и пока отставляю в сторону. Беру миску и разбиваю 4 яйца. У меня яйца среднего размера, не очень крупные. Всыпаю 200 грамм сахара. И взбиваю яйца с сахаром буквально 1-2 минутки, для того, чтобы сахар немного растворился. Вот так пышненько взбились яйца с сахаром. И теперь потихоньку, в 2 или 3 приема, вливаю взбитые яйца к нашему медовому тесту. И перемешиваю. Миксер здесь отлично справляется. Включаю его на низкую скорость и одновременно вливаю яичную смесь. Вот так. Выливаю уже весь остаток яиц. И посмотрите, вот такая консистенция теста получается. Тесто не жидкое и не густое. Вот так оно льется с лопатки и с ложки. Если вдруг у вас другая мука или очень крупные яйца, и тесто получится сильно жидкое, просто подсыпьте немного муки. Беру большой противень. У меня большой стандартный противень для выпечки 30 на 40 сантиметров. Застилаю пергаментом, выливаю сразу все тесто и разравниваю. Духовку разогреваю до температуры 180 градусов. У меня нагрев верх плюс низ. И выпекаю медовик на второй полочке примерно 12 минут. А пока печется медовый корж, я сделаю пропитку для тортика. Я ведь обещала, что рецепт будет очень быстрым. И чтобы тортик пропитался моментально, ему отлично подойдет вот такая пропитка. Смотрите, все очень просто. В кастрюльке соединяю 60 грамм сахара и 80 миллилитров воды. Нагреваю до растворения сахара. Пропитку даже не нужно доводить до кипения. Как только сахар растворился, все готово. Снимаю с огня и добавляю столовую ложку коньяка. Все, пропитка для торта готова. Отставляю в сторону остывать. Медовый корж уже готов. Готовность коржа проверяю деревянной палочкой. Если она выходит из бисквита сухой, без следов теста, он готов. Медовик находился у меня в духовке ровно 12 минут. Корж за это время хорошо зарумянился. Я выключила духовку и оставила корж еще на пару минут в уже выключенной духовке. Чтобы он гарантированно полностью дошел до готовности. Посмотрите, какой красавец получился. Корж просто чудесный, пышный, очень мягкий и нежный. А медовый аромат стоит просто на весь дом. Оставляю медовый бисквит, чтобы он полностью остыл. А пока медовик остывает, приготовлю крем. В миску наливаю холодные жирные сливки и взбиваю сливки с сахарной пудрой. На 500 мл сливок я добавляю 180 г сахарной пудры. Крем у меня будет самый вкусный, сметанный. Отправляйте ваших любимых домашних котиков с кухни, чтобы сметаны на крем хватило. Ну а крем у меня с маленьким секретиком. Чтобы не использовать искусственный загуститель для сметаны, я готовлю сметанный крем по моему любимому рецепту. И заменяю часть сметаны сливками. Тогда крем получается просто идеальный, густой, очень вкусный, с маленькой кислинкой за счет сметаны. А главное, полностью натуральный. И теперь в миску кладу 700 г сметаны. У меня сметана 25%. Добавляю к сметане сначала половину сливок и перемешиваю. Крем получается неприторным, как раз в меру сладким. Перемешивать нужно ложкой или силиконовой лопаткой, только не миксером, чтобы крем получился нежным и однородным, без комочков. Соединяю сметану с оставшейся половиной сливок. Перемешиваю. И крем готов. Посмотрите, какой нежный крем у нас получился. Просто обалденный. При этом, как я уже говорила, полностью из натуральных продуктов и без всякого загустителя для сметаны. А медовый корж уже остыл. Я разрезаю бисквит пополам. Посмотрите, медовик такой пористый в разрезе, воздушный и очень мягкий. Обрезаю со всех сторон края у коржа. Сразу обрезки не съедайте, они нам еще пригодятся и чуть позже пойдут на обсыпку готового торта. И теперь я разрезаю каждую половинку бисквитного коржа вдоль пополам. Разрезала один корж. Теперь второй. И у нас получается всего 4 коржа для торта. Чтобы разрезать бисквит ровненько, нужно просто, чтобы ваш нож был острым. И тогда коржи отлично режутся. И теперь пропитываю коржи пропиткой с коньяком. Пропитка уже полностью должна к этому моменту остыть. И благодаря пропитке коржи получатся просто невероятно пушистыми, нежными. И торт очень-очень быстро пропитается. Его можно будет хоть сразу кушать. Все уже практически готово. Осталось только собрать торт. Ну, а это очень быстро. На блюдо для торта я кладу корж, заранее пропитанный. Или можете смочить его пропиткой прямо сейчас. Смазываю его кремом. Крема можно класть побольше. Кремом тортик не испортишь. И разравниваю крем по всей поверхности коржа. Накрываю сверху вторым пропитанным коржом. И снова крем. И таким образом собираю торт. Приготовь, поделись, подпишись. Хорошенько промазываю торт кремом со всех сторон. Мы сейчас будем обсыпать торт медовой крошкой. Поэтому стараюсь все стороны хорошо смазать кремом. Чтобы медовая обсыпка хорошо прилипла. И здесь как раз нам пригодятся обрезки коржа. Надеюсь, вы их еще не успели все съесть в процессе сборки. Измельчаю корж в блендере. Вот такая бисквитная крошка получается. Ароматная. И обсыпаю торт крошками. Вот так. Сначала бока. А затем и вверх тортиком. Посмотрите, друзья. Буквально за считанные минуты мы с вами собрали вот такой чудесный медовик. И хотя этот рецепт медовика действительно можно назвать ленивым. Так как не нужно раскатывать коржи. Выпекать их по отдельности. И потом долго ждать, пока торт пропитается. Как в классическом медовике. Мне кажется, что этот торт получается даже лучше и вкуснее обычного медовика. И его можно кушать хоть сразу. Потому что сами коржи очень нежные. А плюс еще и пропитка для торта значительно сокращает время приготовления. И сметанный крем для торта ну просто обалденный. Часто у меня не взбивается обычная магазинная сметана. И либо приходится ее отвешивать в марте, оставлять на ночь. Либо добавлять загуститель для сметаны. А это химия. Вот добавлять химию в домашний торт мне совсем не хочется. Поэтому я нашла для себя этот замечательный сметанный крем без всякого загустителя. И теперь использую только его для всех моих тортиков со сметаной. Так что, дорогие мои, обязательно приготовьте этот медовик. И не забудьте поделиться рецептом с мамой, дочкой и подружками в соцсетях. Они вам точно будут очень благодарны. И если вам понравился рецепт, напишите пожалуйста в комментариях. Хочу медовик. И я буду знать, что вам нравятся рецепты, которые я снимаю для вас на видео. Как я уже говорила, этот медовик я буду готовить на Новый год. И мне очень интересно, а какой торт вы будете готовить на новогодний стол? Напишите в комментариях. Друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик рядом с кнопочкой подписаться, чтобы первыми смотреть мои новые вкусные рецепты. С вами была Олеся, на канале Готовим Дома. Желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения. С наступающим вас Новым годом! Будьте здоровы, счастливы и скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok